Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые друзья! Как хорошо меня слышно! Поставьте плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Сегодня вебинар буду вести я. Спасибо вам за приветствие и за добрые слова в мой адрес в чате. Но, как всегда, я скажу сначала несколько общих слов перед своим вебинаром. Для тех, кто не знает, в самом начале чата есть две важные ссылки. Это ссылка на наш сайт Директ Академии с расписанием. Основная часть этого сайта – это расписание. Расписание интерактивное. В нем можно зарегистрироваться на все вебинары, начиная от сегодняшнего дня и оканчивая концом учебного года, июня 2018 года. Это расписание, конечно, пополняемое, иногда чуть-чуть изменяемое, разные бывают случаи. Но в целом это расписание достаточно утвержденное для того, чтобы можно было смело регистрироваться на те вебинары, которые вам интересны. И вторая ссылка – это ссылка на записи наших вебинаров, на наш учебный портал на YouTube. Чтобы получать уведомления о том, что там происходит, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. И сегодняшний вебинар, конечно, тоже записывается. Вообще все наши вебинары записываются и выкладываются на YouTube с тем, чтобы вы могли потом пересмотреть этот вебинар или порекомендовать ссылку кому-то из ваших коллег, которые хотят вебинар посмотреть. Следующие два наших вебинара – публикую ссылки в чате. Вот они. Завтра у нас будет вебинар Константина Леонтьева «Авторские права в интернете и юридическая практика». Вебинар состоится в 11 часов. Обращаю ваше внимание, это пока единственный вебинар, который у нас не в 12 часов проходит, а в 11 часов. По просьбе автора. Будет интересный вебинар. По прошлому году, помню, было много вопросов. Даже затянулся вебинар. Было достаточно интересно. Меня, правда, на этом вебинаре не будет. Я буду в командировке, поэтому спикер сам справится, я надеюсь, с тем, чтобы начать и закончить вебинар. Ну и второй вебинар пятничный, 17 ноября. Юрий Николаевич Белоножкин, которого вы, наверное, уже достаточно хорошо знаете, будет вести, продолжать серию вебинаров про робопедагогику. Вебинар будет называться «Создание бота-тьютора». Ну, надеюсь, да, надеюсь, что этот вебинар вам тоже понравится. Более поздние вебинары пока не представляю. В понедельник у нас тоже будет очень интересный вебинар. Компания «Степик» начнет серию вебинаров. Из трех вебинаров у нас тоже должно быть очень интересно. Но пока не представляю. В пятницу вам представляю этот вебинар. Ну что ж, ну да, еще одно заклинание, которое я всегда произношу, да, это фраза о том, что все присутствующие здесь получат бесплатный именной электронный сертификат по почте вашей. Обращаю ваше внимание, что по почте вам придет ссылка, по которой вам надо скачать ваш сертификат. И постарайтесь, пожалуйста, это делать сразу, как только приходит вам ссылка, сразу скачивать сертификат. И, ну, когда вы его напечатаете, это ваше дело. А вот скачать его надо желательно пораньше, потому что, ну, разное бывает. Иногда бывают сбои на сервере, и вот у нас один раз пропала база данных всех выданных сертификатов. Соответственно, кто не успел скачать, обращается ко мне уже с личными просьбами еще раз повторно выдать. Ну, я, конечно, все эти просьбы обязательно удовлетворю, но желательно без таких эксцессов обойтись и сразу скачивать свои сертификаты. Ну, что ж, а теперь я приступаю к своей сегодняшней теме. Тема не новая, но я надеюсь, что на эту тему приходят как раз те люди, которым это интересно. А может быть, если здесь присутствуют профессиональные библиотекари и редакторы и так далее, некоторая информация отсюда покажется вам очень знакомой и не заслуживающей внимания, но мой сегодняшний вебинар для потенциальных авторов, даже не столько для состоявшихся авторов, сколько для потенциальных авторов, поэтому уж простите, если некоторая информация будет казаться вам слишком банальной. Итак, сегодня мы расскажем о том, как директ-медиа и авторы электронных учебных изданий вместе работают над своими проектами, над электронными изданиями. Ну, у меня тут несколько целей в этом вебинаре. Во-первых, я очень люблю разговаривать с преподавателями напрямую. Ну, наши библиотекари, это наш, конечно, главный потенциал, но с ними проще. У нас с ними, как правило, прямая связь существует. А вот с преподавателями у нас прямой связи, такой уж прямо прямой связи с преподавателями вузов нет. Вот одна из форм этой связи происходит через вебинары наши, и нам очень хотелось бы иметь, ну, условно говоря, хорошее отношение не только с нашими библиотекарями, но и с преподавателями вузов. И вот этот вебинар решает эту задачу. Следующая задача, которую он решает, это побудить преподавателей, которые занимаются выпуском своих собственных учебных изданий, к сотрудничеству с нами. Вот две такие большие цели. Ну, давайте, собственно, пойдем по слайдам нашего сегодняшнего вебинара, и я думаю, что станет более известно, более понятно, о чем он. Итак, у нас есть... Начнем с АЗОВ. Я представляю компанию Директ Медиа, которая в настоящий момент, у которой две ЭБС существуют. Наша основная ЭБС большая, наиболее функционально насыщенная, и исторически первая, это университетская библиотека онлайн. Ну, и вторая, которая уже два года находится в лоне компании Директ Медиа, до этого была независимой ЭБС, это книга-фонд, скажем так, более простая, лаконичная и дешевая. Вот эти площадки, они и есть площадки для публикации электронных изданий. Для тех, кто, может быть, не знает, компания Директ Медиа – это не только компания-интегратор и владелец ЭБС, владелец и разработчик ЭБС, но и издательство. Причем издательство традиционно, Директ Медиа было именно издательством. Мы занимались, издательство Директ Медиа существует с 2002 года, мы занимались и занимаемся издательством как традиционной книжной литературы, так и электронных изданий в самом широком смысле этого слова. В середине нулевых годов мы активно занимались издательством компакт-дисков, и вот логично от бумаги к компакт-дискам мы перешли к работе в интернете и к созданию электронных библиотечных систем. Но, тем не менее, издательством мы остались, будучи уже интегратором, мы остались издательством, и мы продолжаем эту издательскую деятельность. По количеству издаваемых изданий мы находимся на хорошем, не назову вам точно место, но на хорошем счету, одни из первых в России, ну, может быть, там в первом десятке или в первых десятках. Ну, дело в том, что у нас большая специфика, мы занимаемся электронно-издательской деятельностью, поэтому нам не нужно думать о тиражах, может быть, поэтому у нас такие хорошие показатели по количеству. Но, тем не менее, и в бумажных, вот у нас есть замечательный проект с комсомольской правдой, великие художники, музеи мира и так далее. Это чисто бумажная и очень популярная серия. Так что, вот, кто не знал, обращаю ваше внимание, что Директ Медиа – это и издательство тоже. Особенностью нашей издательской деятельности является то, что мы открыто, плодотворно и много сотрудничаем с университетами, причем с университетами в разном ключе. Все будет, Наталья Николаевна, не предвосхищайте мои следующие слайды. Вы получите ответ на свой вопрос. Мы готовы сотрудничать с университетами в разных ипостасях. Во-первых, университеты являются нашими подписчиками. Это, естественно, первое, что приходит в голову. Второе. Мы готовы сотрудничать с университетскими издательствами, если в университетах таковые есть. И в том случае, если права на учебные издания принадлежат ВУЗу или самому издательству, такое редко случается, скорее всего, ВУЗу, то готовы сотрудничать с издательствами по включению этих изданий в нашу ЭБС. Ну и, наконец, мы готовы сотрудничать конкретно с авторами. Если это вновь издаваемые труды, либо те труды, на которые право принадлежит самому автору, то мы готовы заключать договор именно с ним и работать напрямую с автором. Вот именно этому и посвящена основная наша сегодняшняя тема, работе конкретно с авторами. Да, ну и еще у нас, если тут присутствуют заведующие кафедрами или лица их представляющие, в последнее время мы активно работаем со структурой уровня кафедры и можем в издательском смысле решать проблемы непосредственно кафедры. То есть комплексно подходить к издательской деятельности уже на уровне кафедры, решая вопрос структуры электронных изданий, какого-то количества электронных изданий на уровне кафедры. Вот наши авторы, ну не все, разумеется, авторы, некоторые из популярных авторов вот здесь приведены, те, которыми мы гордимся, у которых много изданий у нас и которые достаточно известны. Вот, например, в экономике это Леонид Маркович Григорьев, заведующий кафедрой мировой экономики, высшей школы экономики, в области политологии Виталий Тойевич Третьяков, ну и в области права это Сергей Николаевич Братановский, тоже известный автор. Вот, ну мы не будем здесь выставлять всех наших авторов, но достаточно много их и большое количество авторов. То есть то, о чем я сегодня вам говорю, это не просто предложения, которые вот еще нами не разработаны, огромное количество авторов из вузов уже с нами сотрудничают, и их учебные произведения уже в нашей электронной библиотечной системе существуют. Ну, теперь пару слов об электронной книге как таковой. Может быть, такое небольшое философское вступление будет, да, для того, чтобы убедить тех, кто пока работал только с бумажной книгой и считает электронную книгу, ну вот такой, как бы таким дополнительным элементом, неравным бумажной книге. Ну вот, на самом деле, электронная книга, у нее есть одно интересное качество, которое ее продвигает в электронном мире, и это качество называется, касается это, конечно, не только электронной книги, но и вообще любого электронного контента, это такая концепция нулевой стоимости второй копии, второй и последующих копий. Ну, стоимость, конечно, не нулевая, но стремящаяся к нулю. И вот то, что в обычной бумажной книгах каждый экземпляр не может стоить меньше определенной цены, потому что в каждый экземпляр вложен труд, то есть создана бумага, напечатано все, сбрушировано и так далее. Все это затраты, которые невозможно избежать. То в электронной книге все затраты, это только затраты на создание первого экземпляра, а все остальные экземпляры получаются копированием и, соответственно, бесплатные. Ну, соответственно, и следующие этапы, этапы распространения, они тоже бесплатны, потому что они делаются простым копированием на расстоянии. На этом, собственно, и стоит электронная библиотечная система. То, что читать книги можно на расстоянии, для этого совершенно необязательно их приобретать, брать в библиотеке, куда-то ходить и так далее. Вот в этом основной смысл электронной книги. И обращаю ваше внимание еще на то, что это усугубляется современным, ну, не скажу упадком, да, но таким достаточно существенным снижением количества и повышением стоимости бумажной книги. Ну, зайдите в ближайшие книжные магазины, вы убедитесь, что книги, особенно хорошие книги, стоят от 500 до 1000 рублей. Это существенная цена. Тиражи их падают, соответственно, повышается стоимость. Но тут даже, да, лес, вопрос леса, разумеется, экология, да, тоже, это тоже большой вопрос. Ну, здесь даже не это. Вот обратите внимание на то, что когда вы приобретаете книгу в магазине, вы приобретаете не только текст, который вы хотите купить, но и предмет. И вы покупаете эту книгу не только для того, чтобы читать, но и для того, чтобы ей владеть. Вот с юридической точки зрения вы ей владеете как предметом. Но владение нам навязывается. То есть совсем не всем нужно владеть книгой. Ведь владение порождает дополнительные обязанности с нашей стороны. Мы, предмет, который нам принадлежит, мы обязаны где-то хранить. То есть отводить место где-то на книжной полке. Что-то с ним делать. Он постоянно с нами сопутствует. Мы, конечно, можем его подарить, передать и так далее. Но нам это в большинстве случаев нам это не надо. Может быть, для каких-то любимых книг это да, надо и интересно. Но в большинстве случаев нам надо ознакомиться с текстом и иметь возможность перечитать его при необходимости. То есть большинство читателей интересуют юридический аспект пользования, а книжные магазины и издательства предлагают аспект приобретения и владения, подменяя собой пользование. Конечно, традиционные библиотеки частично решают вопрос перенесения, вопроса владения в пользование. Это только частичное решение. До библиотеки надо дойти, там надо найти ту книгу, которая нужна, а ее там может и не быть. Особенно если это не не Ленинга, а какая-нибудь местная библиотека в районном центре, все становится достаточно сложно. И вот электронная книга, она сильна тем, что она решает вот эту вот проблему. Но электронная книга, вот тут есть такая опасность смешения электронной книги и любого электронного контента вообще, который с легкостью распространяется, изменяется в интернете, что угодно с ним делается, там на его основе появляются какие-то дополнительные тексты, все перерабатывается. В общем, бурная жизнь происходит с этим электронным контентом. Я не скажу, что это плохо, на самом деле это хорошо, это порождает новые идеи, но мы сегодня не про то. А о том, что электронная книга это такой электронный контент, который все-таки наследует обычные книги, берет у нее формат соответствующей бумаги, что дает ей возможность при необходимости снова быть напечатанной и превратиться снова в бумажную книгу, берет все атрибуты, которые сопутствуют этой книге, верстку, оформление, все юридические аспекты и так далее. Вот об этом мы сегодня тоже поговорим. То есть, с точки зрения закона, электронная книга является полноценной книгой, которая учитывается во всех аспектах и может использоваться как полноценный книжный продукт. В том числе и с точки зрения ссылок, с точки зрения ринца и прочих дел, о которых мы сегодня еще поговорим. Вот, прошу прощения, такое достаточно длинное ведение, но часто вот эта философия, она непонятна, и поэтому акцент на электронной книге, он перемещается немного в другую область. Итак, резюмирую. Электронная книга это, с одной стороны, это полноценная книга с юридической точки зрения, а с другой стороны, электронная книга обладает всеми теми преимуществами, что и любой электронный контент, быстротой распространения, нулевой стоимостью копий и так далее. Да, ну вот, здесь про те преимущества, о которых я говорил, вы можете мгновенно доносить ваши мысли и идеи до читателя, ну, может, не мгновенно, но по сравнению с издательским процессом бумажным почти мгновенно, то есть, это почти, если средний издательский процесс бумажный составляет примерно полгода, то издательский процесс электронный занимает у нас около месяца. да, это как раз второй пункт, который здесь приведен, нет затрат на доставку, об этом я говорил, нулевая стоимость копии, нет затрат на тиражирование, вообще понятия тиражирования не существует в электронной книге, да, сколько, ну, по крайней мере, при доступе из ЭБС, да, когда рассчитывается количество чтений книги и чтений отдельных страниц, а не тиража, как копии, аналога бумажной копии. Если вы продаете копии вашей книги в магазине, в электронном магазине, интернет-магазине, то можете продавать бесконечное количество копий, ничего при этом не теряя, то есть, никаких дополнительных не неся издержек. широкий охват аудитории, не только из России, но и где угодно, интернет-это мировая сеть. Тут, конечно, надо иметь в виду другой аспект, аспект современных медиа, о том, что контент донести-то можно до кого угодно, а вот заставить его прочитать это гораздо труднее, потому что электронного контента в настоящий момент столько, что задача автора не столько даже его продать, сколько вообще достучаться до своего читателя, чтобы он, чтобы этот читатель его нашел и почитал. И в этом смысле, конечно, ЭБС, как система такая полу-закрытая, она в большей степени соответствует именно вот этому второму чаянию автора, с тем, чтобы читатели добрались до этой книги, потому что мы собираем под своим крылом тех читателей, ну, студентов, собственно, которые и должны читать эту книгу, то есть занимаемся подбором соответствующей аудитории, ну, и эти книги, если их необходимо прочитать по своей программе, они будут прочитаны в приоритетном порядке. Ну, и, наконец, уже упомянутый здесь вопрос экологичности, не расходуется древесина и так далее. Так, почему-то в библиографии научных трудов грантополучателя отдельные электронные издания от бумажных ранжируются. Ну, вот, это такие тонкости, о которых я, к сожалению, не знаю. Могу задать вопрос нашим библиографам, возможно, они что-то по этому поводу скажут. Нет, ну, несомненно, между бумажными и электронными изданиями есть некий, некая разница, да, возможно, в этом рейтинге именно эта разница и как-то и фиксируется. Ну, действительно, бумажные издания, они, например, их нельзя по некоторым характеристикам сравнивать с электронными изданиями, по тем же тиражам, например, и так далее. Просто надо понимать, что это одна информационная сущность, но разные сущности с точки зрения как бы это сказать, юридического. Я тут себе немножко противоречу, конечно, не с точки зрения юридического, а все-таки с точки зрения сущности какой-то, все-таки сущность бумажной книги и электронной книги, она разнится, несмотря на их похожество. Может быть, именно поэтому отдельно ранжируются и бумажные и электронные издания. Трудно понять, почему это происходит именно там и какая логика была у создателей этого рейтинга. Итак, электронная книга, она характеризуется своим форматом. Формат передает форму и возможности отображения электронной книги. Какие форматы мы применяем? Это, прежде всего, формат PDF. Для учебников это формат самый распространенный, особенно, если речь идет об произведениях со сложной версткой, с таблицами, формулами и так далее. В этом случае PDF это самый хороший формат, который передает верстку один в один, что означает, что достаточно нажать на печать и эта верстка отобразится у вас на бумаге, если, конечно, вам достаточно качества вашего принтера. Это же означает, что из этого PDF посредством print-on-demand, то есть заказа печати книг на заказ, можно сделать нормальную книгу, которая ничем не будет отличаться от тиражной книги. Да, да, все это будет, вы все забегайте вперед, подождите, все будет рассказано. Следующие форматы, которые мы применяем, это формат EPUB. Это текстовый формат с гибкой версткой, но не один в один передающий верстку книги бумажную. Формат удобен для интернет-магазина, например, а также для гуманитарных направлений, для литературы нон-фикшн и так далее. В частности, такой формат применяется в нашем интернет-магазине. Также популярны еще форматы MOBI, FB2, которые являются упрощенной версией EPUB, популярный в России формат. И формат DejaVue, это формат сканов книг. Этот формат применяется в основном для старых дореволюционных изданий. Но у нас меньшее количество книг, конечно, в этом формате расположено. Он для совместимости, скажем так, этот формат со старыми изданиями. Итак, процесс издания книги. у нас есть две формы сотрудничества с авторами по процессу издания книги. Это полный процесс, который включает большой полноценный комплекс издательской работы. И в данном случае это происходит за счет автора. И тот процесс, который мы называем оптимальным, когда часть работы выполняет автор, и в результате для него этот процесс становится бесплатным. В этом случае издание издается в авторской редакции и при необходимости в технологии print-on-demand, а если нет, то просто в электронном виде. В этом случае издание осуществляется бесплатно, а автор получает два печатных авторских экземпляра. Начать сотрудничество с нами достаточно просто. Да, я обращаю ваше внимание, что вы можете скачать эту презентацию, соответственно, все адреса и ссылки вы получите и можете их использовать. Вот лучше всего направить ваше издание в формате Word по вот этим вот адресам. Это наши редактора, которые занимаются работой с авторами из университетов и более подробную информацию вы от них получите уже. Более подробную я вам здесь сообщу, но более подробную касательно ваших текстов конкретно, ваших направлений и так далее. Какие этапы у нас проходят издания? Традиционные издания корректуры и редактуры осуществляются и в зависимости от того, полный этот формат сотрудничества или оптимальный, корректура и редактура лежит либо при полном на нашем издательстве, либо при оптимальном варианте сотрудничества на авторе. Это важные этапы. Да, но у нас не то, чтобы совсем при оптимальном режиме не происходит корректура и редактура, но они происходят в таком полуавтоматическом режиме. Скажем так, мы проглядываем текст, полноценно не редактируем текст в этом случае, то есть это в большей степени все-таки авторская редакция. Ну, если, конечно, там какие-то совершенно страшные вещи с точки зрения корректуры и редактуры, мы, конечно, это подправляем. Ну, кроме того, корректор и редактор оформляет текст, оставляет гиперссылки и сноски в соответствии с ГОСТом, и в этом смысле электронная книга оформляется аналогично бумажной книге. Огромный плюс электронной книги это цветное исполнение. Вот, вы знаете, в моей практике был такой случай, связанный, правда, не с электронной книгой, а с электронными учебными курсами. Я долгое время занимался, да и сейчас занимаюсь проблемами электронного обучения. Вот, и это было на заре электронного обучения где-то в нашей стране, где-то в начале в 2000 году или где-то так, уже достаточно давно. Мы сотрудничали тогда, я работал в университете печати, и мы сотрудничали с кафедрами, с авторами по поводу разработки электронных учебных курсов. И был у нас такой очень интересный профессор, автор многих книг по истории искусства, предметы у него были литература и искусство, вот такого рода. и очень не хотел делать для нас электронный учебный курс, но все-таки пришел и между делом спросил, а сколько иллюстраций вы можете включить в мою книгу? Я говорю, а сколько вам надо-то? Вот, он говорит, ну 100 можно? Я говорю, можно. А он говорит, а 200? Я говорю, можно и 200. В результате, по-моему, около 400 мы включили иллюстрации в этот электронный учебный курс, они все были цветными, а вот дело в том, что этот автор привык работать с обычными издательствами, в которых, во-первых, цвет это большие дополнительные деньги, количество иллюстраций и общий объем повышает общий объем, соответственно, тоже дополнительные затраты, вот, и обычно ему никогда не удавалось издавать книгу с тем количеством иллюстраций, которые он хочет. И вот реально в первый раз он смог буквально оттянуться на нашем издании, когда смог разместить все иллюстрации, которые он хотел, вот, в электронном издании. Так вот, плюс электронного издания, мы неограничены объемом, ну, это не значит, что текст должен быть бесконечный, конечно, да, но вот с точки зрения иллюстративной базы это особенно важно, то, что мы, во-первых, неограничены объемом, во-вторых, цвет для нас, что цветной, что черно-белый, вариант абсолютно безразличный, да, каких, какая хотите цветность, такая и будет. Вот, особенно для гуманитарных направлений это достаточно полезно, и в этом случае просто электронные издания, они становятся лучше тех книжных изданий на бумаге, которые могли бы появиться, то есть реально лучше. Вот, ну, и, конечно, иллюстрации к вашим книгам вы можете как рисовать сами, так можете, опять же, в истории, в гуманитарных всяких дисциплинах подбирать. Тут важно понимать, что многие картинки, которые вы найдете в интернете, некоторые из них в свободном доступе, а некоторые необходимо легализовывать, то есть либо приобретать, либо понимать, под какой лицензией они находятся и вести себя в соответствии с этим. И тут я хотел бы сделать небольшое лирическое отступление в с точки зрения подбора иллюстраций. Современному автору, что бы это за автор не был, но особенно если это автор электронного контента, в том числе электронного учебного контента, необходимо быть немножко билд-редактором. Билд-редактор, если вы знаете, это такая должность в редакции газеты, должность человека, который занимается подборой и расстановкой иллюстраций по изданию. Сам он ничего не рисует, но занимается иллюстративной базой. Современному автору надо быть немножко билд-редактором и понимать, где он может найти иллюстрации для своей книги. Иллюстрации могут как напрямую пояснять ваш текст, а могут в некоторых случаях поддерживать настроение или создавать некий фон для того текста, который вы создаете. И все эти картинки можно найти. Простейший способ, как их искать, это используя Google, но не просто Google, а Google картинки и по ключевым словам. Тут важно, конечно, подобрать то ключевое слово, которое позволит вам найти нужную картинку, но когда вы ищете по Google картинкам, есть несколько настроек, которые желательно знать. Во-первых, надо пользоваться всегда инструментами поиска, это вот наверху в зеленой, давайте я вам отмечу, вот это вот кнопка обведенная зеленым, и дальше открывается дополнительные настройки, которые вы можете использовать. Во-первых, желательно найти картинки наилучшего качества, и для этого есть вот этот путь, включаем размеры, здесь включаем пункт больше чем, и находим картинки больше чем тот размер, который вам нужен для издания, ну вот например 1600 на 1200, это как правило картинки очень хорошего качества. Если это какие-то известные произведения искусств, то таких сейчас картинок очень много, вы сможете подобрать хорошие картинки. Ну и если вам интересно узнать, каков правовой статус ваших картинок, точнее я бы поставил вопрос не так. Конечно, если это изображение достаточно старое, вы с уверенностью можете сказать, например, XIX века, с умеренностью можете сказать, что они поступили уже в свободный доступ и можете их использовать свободно. Если это относительно новые, то тут могут быть варианты разные, и тут желательно использовать лицензию, открытую лицензию, которая в нашем гражданском кодексе существует, или Creative Commons, как называется она в мире, и Google позволяет искать, Google картинки позволяет искать картинки с лицензией Creative Commons на использование. Эта лицензия означает, что вы можете эту картинку использовать обязательно, но вы должны узнать ее автора и указать этого автора где-то в конце книжки, либо под самой картинкой, либо под самой иллюстрацией, либо где-то в конце, в любом месте вашего произведения можете использовать. Можете также эту картинку использовать в производных произведениях, например, что-то для каких-то коллажей и так далее. Это все открыто тоже для использования. Так, я вижу, появился вопрос в разделе вопросы. Да, уже вижу, да, уже вижу, еще на самом деле не закончен мой ответ на этот вопрос, еще будет. Ой, как-то случилось, что переместилось все на так, сейчас, да, вот, ну и тогда продолжим, завершаю я это лирическое отступление, посвященное подбору картинок, это скорее уже технология работы с электронным контентом. Вернемся к процедуре создания. После того, как произведена корректура и редактура, надо сверстать текст, сверстать вашу книгу и этот процесс в любом случае и при полном, в режиме полного взаимодействия и в режиме оптимального взаимодействия решается нашим издательством. Это бесплатный для вас процесс, а для нас это привычный процесс, который представляет ваш электронный текст в электронную книгу и после этого эту книгу можно в формате PDF рассматривать как копию той бумажной книги, точнее наоборот, тут все перевернуто. На основе нее можно создавать полноценные копии на бумаге, которые будут обычной нормальной книгой. Оригинал макет согласовывается с автором, в оригинал макет вносятся правки при необходимости и две итерации производятся за счет нашего издательства, если необходимы дополнительные итерации, то за счет автора. Вообще две итерации это нормальный процесс, за который можно все нормально вычитать. Далее, чтобы книга считалась настоящей книгой, необходимо, чтобы она удовлетворяла ГОСТом, законодательству действующему, и в нее нужно присвоить различные индексы, такие как ISBN, UDK, BBK и так далее. Ну и надо, чтобы вот такие вот выходные данные присутствовали у книги. Мы это все делаем и сейчас чуть-чуть подробнее расскажу. ISBN это международный стандартный номер книги, книга-торговый идентификатор книги, который юридически фиксирует факт издания книги. Это может использоваться в случаях, когда необходимо подтвердить авторские права на книгу. То есть вот это этот номерок такой, это вот как у вас есть личный номер для вашего общения с государством по денежным делам, так у книги есть свой ISBN, который является уникальным номером этого издания. ISBN действует во всем мире это мировой индекс, это огромная база данных обо всех книгах, которые издаются во всех странах. В каждой стране есть единственный уполномоченный представитель, который выдает ISBN книгам, издаваемым на территории данной страны. У нас это книжная палата, и ISBN присваивается на каждое издание книги, это касается и выпуска электронных изданий тоже. То есть, если у вас была книга бумажная, и вы теперь ее издаете в электронном виде, у нее будет другой ISBN, это будет другое издание. ISBN, BBK и ODK присваивает издательство, то есть, это наша головная боль, мы занимаемся всеми этими индексами. Итак, ISBN присваивается каждому электронному изданию одного и того же документа произведения на разных электронных носителях, извините, я просто зачитываю, потому что это юридические формулировки, в разных электронных форматах, то есть, еще и для разных электронных форматов тоже для каждого свой ISBN. Разным версиям программных продуктов, но это немножко не наш случай, актуализированным версиям программных продуктов и версиям с существенными изменениями, отдельно изданной сопроводительной документации, многотомным электронным изданием в нескольких частях. В этом случае отдельный ISBN есть нам все многотомные издания и отдельный ISBN для каждого условного тома. Несмотря на то, что в электронном виде сам принцип многотомности может и не использоваться, но для удобства все-таки часто удобно делить, чтобы не делать огромное какое-то электронное издание, даже в электронном виде удобно делить его на тома. Индексы UDK и BBK, согласно ГОСТу, тоже являются обязательными элементами выходных сведений и изданий. Что они обозначают, для чего нужны? Универсальная десятичная классификация UDK это система классификации информации. Ее используют для систематизации произведений науки, литературы, искусства, периодической печати и так далее. По индексу UDK можно определить, даже не читая книгу, к какому виду литературы она относится. Все эти индексы удобны для того, чтобы библиографы могли потом нормально оперировать с этими книгами. Книгопродавцы и библиографы могли бы нормально оперировать книги, даже их не читая, разделять их по полкам, разделять их по каким-то стратам и так далее. ББК система библиотечной классификации предназначена для организации библиотечных фондов. Используя специальную таблицу, работники библиотек понимают, в какой отдел передать издание. Вот пример графический словарь русского языка имеет полный индекс ББК вот такой вот. И каждая цифра в нем что-то означает. Впоследствии находим 81 это языкознание, 81 41 славянские языки, точка 2 это русский язык, и 2 дефис 4 русский язык словари. Таким образом можно книжку определить на свое место в каталоге и дальше эту книгу уже искать по этим индексам. Напоминаю, что присваивание этого индекса это тоже забота нашего издательства. Вы об этом можете ничего не знать и даже не думать об этом. Расскажу еще об одном индексе, который мы присваиваем. Современный индекс ДОИ. Индекс ДОИ это индекс электронного издания, не мировой. Наталья Я думаю, да. То есть это все процесс нормальной издательской деятельности. Вы находитесь в отношении с издателями, с редакторами и все вопросы можете обсуждать, разумеется. Вот индекс ДОИ это уникальный аналог ISBN для электронных изданий. И каждому электронному изданию может присваиваться уникальный индекс ДОИ и по этому индексу этот индекс удостоверяет, что это электронное издание является уникальным и этому тексту соответствует этот индекс. Если там хотя бы два символа или три изменены, это значит, что это уже не это издание. Это штампик, который позволяет эту книгу идентифицировать в электронном мире. Этот индекс мы тоже присваиваем нашим электронным изданиям. И авторский знак это обведенный кружочками элемент, который тоже ставится и присутствует на наших электронных книгах. Знак копирайта. Здесь написано, что это обязательный элемент. На самом деле, это скорее традиция, чем обязанность ставить знак копирайта, но мы его ставим, потому что наши электронные издания точно также подчиняются авторскому праву. И разумеется, самим фактом публикации создается прецедент для авторского права. И если вы впервые это создаете, то это разумеется является публикацией и приоритет за вами, если вы впервые опубликовали этот текст. Дальше вы можете защищать этот текст по российским законам об авторском праве. Здесь расшифровка, где на титульном листе, на последней странице, что все как в нормальных книгах, все происходит. Библиографические записи поставить кроме Москвы другой город. Никогда не сталкивался с таким запросом, надо уточнять у наших редакторов. Вообще логично ставить тот город, в котором находится издательство, не знаю. Не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос. Наверное, этот вопрос можно обсудить напрямую с нашими редакторами. При составлении библиографических записей на книгу мы используем ГОСТ, вот приведенный ГОСТ, электронные издания, основные виды и выходные сведения. Трудно мне говорить, но это вы знаете, не встречал на самом деле у нас таких книг, может они и есть, в частном порядке надо решать. Мне трудно понять, для чего это надо, возможно, какой-то смысл в этом есть, но пока ответить на ваш вопрос не могу. Базовый формат, в котором мы создаем наши книги, это формат PDF, также текст может быть представлен в формате EPUB и FB2, FB2 и MOBI, если вам интересно вашу книгу продавать через наш интернет-магазин, и если она не содержит элементов сложной верстки. Но научная книга со сложной версткой, конечно, продолжает использоваться, и наиболее востребованный формат это PDF. Обложка книги, вот это тот же самый, возвращаясь к вопросу иллюстрации, обложку книги создаем мы, это вопрос наших дизайнеров и верстальщиков, и мы стараемся делать нормальные хорошие обложки, а хорошая обложка, как известно, по обложке встречают, там дальше уже внутри будут по тексту судить, а встречают по обложке, и в электронной библиотечной системе это тоже очень важно, потому что часто книги отображаются в виде маленьких таких плиток, на этих плитках изображен это верстальный термин из электронной верстки плитка, то есть маленькое изображение обложки, и вот по этим маленьким изображениям это то, за что цепляется взгляд потребителя, и если эта обложка плохая, то взгляд может и не зацепиться, и когда надо просмотреть большое количество литературу конечно надо вчитываться в описание этих книг, но не всегда это происходит, и первое, что цепляет взгляд, это обложка, так вот, макет обложки разрабатывается издательством по любой модели, и для автора это ничего не стоит, но разумеется, макет, в том числе и обложка, согласовывается с автором. Анотация, вот аннотация это та тот важный элемент текста, это один или два абзаца, которые являются элементом совместного труда библиографа, редактора и автора. То есть, разумеется, аннотация должна быть выполнена по определенным законам, но с другой стороны, редактор не может написать полноценную иллюстрацию, полноценную аннотацию, потому что для того, чтобы написать полноценную аннотацию, надо очень хорошо знать материал на уровне авторства, а не на уровне редактирования его. Поэтому это совместный труд автора и издателя, в данном случае редактора. Размещение на книг, где мы размещаем ваши электронные издательства. Прежде всего, это две наших ЭБС, университетская библиотека онлайн и книга фонд. Дальше могут быть размещены ваши издания на нашем бизнес-портале, школьной библиотеке Библио Скул и в интернет-магазине. Дополнительно осуществляется дистрибуция через наших партнеров, размещение книг на этих ресурсах осуществляется бесплатно. Ну, и каждый автор может полностью самостоятельно контролировать всю статистику посещения и покупок своих книг в личном кабинете наших ЭБС. Альбина Владимировна, я вижу тут профессиональные библиографы собрались, да, у меня сегодня вебинар для, наверное, для менее знающих людей. Давайте вот вы эти вопросы по корректности оформления зададите нашим библиографам. Я знаю, что всегда массу вопросов есть два библиографа, это как, наверное, два физика никогда не договорятся о том, как правильно. Вот, и есть разные мнения, в том числе по ГОСТам, которые я привел, которые неоднозначно, в частности, по библиографическим описаниям, да, вот, никогда два библиографа не договорятся, сколько я сталкивался, даже внутри у нас, внутри компании есть разные мнения, мы задавали вопросы вышестоящим организациям, не всегда находили ответы те, которые нужны. Ну, знаю, что вот те, если речь идет о выходных данных, да, то, ну, вот у нас состоялся вот такое вот такое вот мнение. Если у вас есть другое мнение, давайте выходите к нам на диалог с нашими библиографами и как-то решим этот вопрос. Обязательно ли регистрировать электронные издания в информрегистре именно как электронные издания? Вопрос касается такой... Это зависит от того, для чего вам это надо, ну, вот, я, например, как автор, ну, я больше автор не электронных книг, а электронных учебных курсов, никогда не задумывался о том, что их надо в информрегистре регистрировать. Мы не регистрируем в информрегистре книги, но самостоятельно вы это можете сделать. Насколько это... Не знаю, зачем это надо, возможно, это внутриузыские дела, и там что-то такое требуется. На мой взгляд, информрегистр это какая-то такая немножко устаревшая форма сотрудничества по изданиям. Мы в свое время регистрировали CD-ROM информрегистры, ну, вот, не знаю, мы сами этим не занимаемся. Да, зачем это надо? Ну, вот, если вы не знаете, то и лучше и не знать вам, значит, никто не требует от вас. А иногда такие вопросы нам задают, вот, по-моему, это необходимо для внутривузовской деятельности, для подтверждения этого издания. Ну, на самом деле, сейчас я вам покажу через пару листов, где это будет. Вот, мы выдаем вот такой сертификат автору и, как правило, как правило, вот такой сертификат, он достаточен для внутреннего оборота, документа оборота в ВУЗе, для того, чтобы подтвердить авторство. Да, если необходимо подтвердить авторство на книгу либо перед кафедрой, либо перед ученым советом, то вот такой вот сертификат, как правило, его бывает достаточно. Да, вот, 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 наверное, вот так. Но, как правило, вот сертификата хватает, ну, в некоторых ВУЗах вот хотят еще регистрации и форморегистры. Список литературы. Обращаю ваше внимание, что список вашей литературы, как отдельная сущность присутствует в нашей ЭБС еще на этапе до чтения книги, на этапе просмотра литературы, вы можете получить, ваши читатели могут получить список литературы из вашей книги, просто нажав на соответствующую кнопку и скачав это список литературы. Это очень важно для оборота ссылочного оборота, то есть, чтобы больше ссылались на вас, надо предоставить как можно больше способов быстро получить названия тех книг, которым будут производиться ссылки. И в данном случае, если ваша книга входит в чей-то список литературы, ее также просто будет взять оттуда и на нее потом сослаться. Как я говорил, в среднем на электронные издания требуется один месяц, однако сроки могут варьироваться в зависимости от технических особенностей. Если очень сложная книга, то может быть конечно и побольше немножко. Как мы продвигаем книги? О том, что книга издана, необходимо как можно быстрее известить ее потенциальных покупателей. Наше издательство занимается продвижением книг. Сюда входит оптимизация метаданных книг, профессиональное написание аннотаций, написание и размещение пресс-релизов на сайте, написание отзывов и рецензий, участие в выставках, а также продвижение книг с помощью социальных сетей. Сюда еще добавлю, что новинки литературы возникают и некоторое время находятся в электронных библиотечных системах на первых местах. Соответственно, как только книга появилась, то про нее узнает максимальное количество людей. Хотелось бы, чтобы автор тоже занимался продвижением своей книги, когда автор активно свою книгу слово продвигать не буду здесь говорить, информирует о том, что такая книга появилась, информирует прежде всего своих коллег и своих студентов, то и потребность в этой книге внутри ЭБС она быстро создается и реализуется. Да, вот про сертификат я уже вам говорил, этот слайд показывал, вот такие сертификаты авторам выдаются. Вот этот слайд я, честно говорю, не уточнил, я знаю, что сейчас немножко поменялась работа с книжной палатой по этому направлению, поэтому точно сказать не могу, но вот ранее мы оказывали такую услугу, она была дополнительной, это распространение 16 обязательных экземпляров для книжной палаты для распространения. Да, и вот тот вопрос по электронному курсу отдельно я расскажу. Электронный индекс научного цитирования РИНС все знают, что это такое, в ВУЗе сейчас все настроено на том, чтобы повышать индекс цитирования, хотя, на мой взгляд, это немножко неразумная политика со стороны нашего министерства, потому что она ведет к начетничеству, вот, и эти индексы, они становятся совершенно неуправляемыми какими-то, ну, не важно, да, есть такой закон Рудфорда, по-моему, он называется, да, как только критерии начинают применяться в управлении, им уже невозможно ничего измерять, вот, по-моему, наш РИНС, он в это самое превратился, но, тем не менее, по нему сейчас измеряют, часто зарплата преподавателя от этого зависит, от индекса цитирования, поэтому мы вот это все делаем. После официального издания книги все данные о ней по специально подготовленному формату передаются в РИНС, и РИНС и Лайбрери включает их, как правило, в течение одного-трех месяцев в свой индекс. Соответственно, один месяц вы тратите на публикацию и примерно один-три месяца на то, чтобы эта книга появилась РИНС, все после этого это издание полноценно появляется в списке и может служить на повышение ваших индексов. При необходимости любое количество экземпляров может быть напечатано по технологии Print on Demand. Цены достаточно умеренные, вообще технологии движутся вперед и сейчас по технологии Print on Demand можно напечатать книгу не сильно больше по стоимости, чем было бы в тираже, особенно если тираж небольшой. И если автору необходимо, он может заказать любое количество экземпляров своей книги уже в твердом виде. Стандарты, которые мы используем при производстве электронных учебных изданий, вот такие. Это стандарт 2013 года, 2008 и 2001 года, библиографическая запись. Как я уже говорил, эти стандарты, они немного противоречивые и недосказанные, и поэтому в среде библиографов есть разные представления о том, как их применять. точно вам не скажу, сам я не библиограф, но знаю эту полемику не понаслышке. Нет, запись на почту не будет выслана, вы можете все записи найти на нашем электронном, на нашем портале на YouTube, все записи не только этого вебинара, но и всех предыдущих. Вообще, подпишитесь на наш канал и тогда будет вам счастье, все вебинары сможете смотреть без пересылки по электронной почте. Ну, вот здесь таким красным цветом отмечена разница в библиографических описаниях для бумажных книг и электронных книг. В электронных книгах появляется такой элемент, как режим доступа, дальше URL, по которому можно найти или ссылка, по которому можно найти книга, дальше на какую дату было это верно и некоторые дополнительные данные, например, доступ по паролю. То есть, тут может быть открытый доступ и доступ в ЭБС это доступ по паролю. Вот так примерно библиографическое описание. Да, я понял, о чем вы говорите, да. Да, это просто копия. Наверное, это связано, да, вижу. Наверное, это связано с тем, что книга первоначально, где книга первоначально была, с правовыми какими-то аспектами. Возможно, ведь, возможно, публикация книги полностью заново, да, возможно, публикация электронной копии уже существующей книги, как известно, права на электронные издания это отдельные права, да, если вы где-то издали книгу, то в электронном виде вы можете их издать тоже еще. Возможно, с этим связано, не могу сказать. да, Ирина Михайловна, я понял, по 2013 году. Что означает заглавие с экрана? Я думаю, что это означает, что вся информация взята не вот как прочитана на экране, так и взята. Пожалуйста, не задавайте мне вопросов, расширенных по библиографии, я не библиограф, я могу ошибиться, честно говоря, вот, и наговорить вам лишнего. Я, кое-что я знаю, конечно, но не так глубоко. Какие книги мы издаем? Нам прежде всего интересны монографики, учебники, новые издательства или переиздания тех книг, которые проходили, выходили в бумажном виде. К учебникам надо добавить еще и учебные пособия, но не ниже, не уровни методички, а вот монографии, учебники, учебные пособия, то есть, все-таки относительно крупные формы. Также сборники статей и трудов, опубликованных в научных журналах, сборники конференций, тематические сборники и так далее. Вот это все область наших интересов. Я понял. Спасибо Альфа Мирхалимовна. Замечательно, что кто-то может прокомментировать данные. Вот предыдущий слайд, я знаю, что среди нас существует здесь в чате всегда больше библиографов и гораздо более они знают вот эти библиографические тонкости, чем я. Моя все-таки здесь цель больше завлечь авторов, чем вступать в библиографические премии. Но спасибо за разъяснение, это здорово. Да, ну и давайте я вам да, вот с кем можно связаться. В данном случае речь идет, я все равно перешлю нашему издательству, вот можно общаться по вот этому адресу по поводу ваших книг, либо по тем адресам, которые были в середине презентации представлены и отвечу на вопрос по поводу электронных учебных курсов. Ну вот мы в прошлые года занимались, у нас был учебный портал, на котором вы могли свои учебные курсы распространить, каким-то создать и распространить. Ну, во-первых, электронные учебные курсы это совсем другая форма электронного учебного контента, с ней особый разговор. там совсем другие формы структуры издания и степень интерактивности применяется и так далее. Для этого автору надо быть несколько более включенным в вопрос электронного обучения. В настоящий момент у нас этого портала Moodle не существует, ну, в общем, нам не удалось туда завлечь большое количество авторов и как-то монетизировать для авторов эти курсы, поэтому мы этот проект прекратили. Вот, но сейчас существует масса возможностей для авторов электронных учебных курсов и я хотел бы пригласить тех, кого это интересует, на наш в понедельник у нас будет очень интересный вебинар от компании Stepik. Компания Stepik это новая платформа, на которой преподаватели вузов, в том числе, могут бесплатно свои курсы размещать, там очень интересные возможности послушать, и вам будет интересно, возможно, и возможно, это решит ваши потребности в публикации электронных курсов. Так, читаю. Нет, вопрос цены примерно не отвечу, потому что это, там много разных аспектов может быть, лучше. Я вообще никогда не освещаю вопрос цены почти на наших вебинарах, потому что я считаю, что вопросами цены должны заниматься либо отдел продаж, либо те люди, которые занимаются данным вопросом, а мое дело донести до вас информацию. Цена это особый всегда разговор, как правило, выясняется при личной беседе в зависимости от того, что именно надо. Так, спасибо. Да, опять же вопрос по цене, еще раз говорю, контактируйте, входите в контакт с нашими редакторами, и вам будут рассказано все. Теперь по поводу цены на монографию, обращаю ваше внимание, что есть и бесплатный путь, если эта монография заинтересует нас, то можно воспользоваться оптимальным путем, и тогда, возможно, это обойдется вообще бесплатно. А там дальше уже как пойдет издательский процесс. То есть вот тот путь, о котором я говорил, оптимальный путь, он на самом деле достаточно реален, это не какая-то замануха просто, на самом деле это вот мы так и издаем в основном наше издание. Как я уже говорил, при оптимальном пути верстка, рисунки и обложка и обложка создается бесплатно. А вот редактирование, редактирование оно в авторской редакции. редактирование вы хотите сделать, чтобы мы сделали профессионально, тогда это каких-то денег будет стоить действительно. Вот. Ну что, все. Я понимаю, что в один вебинар очень трудно информацию всю, если вы никогда вообще не работали с электронными изданиями. Но надеюсь, что так я вам рассказал основные моменты, которые связаны с электронными изданиями и с этим процессом, который проходит, приходите к нам, публикуйте свои учебники, учебные издания, это будет хорошо и для нас, и для вас. Я вас уверяю, что это не труднее, чем, например, делать то же самое с вашим издательством в ВУЗе, например, процесс аналогичный, и все будет хорошо. Очень многие уже у нас работы разместили и в электронной библиотечной системе они присутствуют. Ну что ж, коллеги, я тогда завершаю наш сегодняшний. Я постарался ответить на все вопросы, на какие-то смог, на какие-то нет, но думаю, что в этом случае вам редакторы ответят на или редакторы, как правильно, на этот вопрос ответят более полно и в соответствии с тем текстом, который вы предоставите. Приходите на наши вебинары завтра, послезавтра, в понедельник. У нас почти каждый день вебинар. Мы всегда рады вас видеть. А я сегодня с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч, до новых вебинаров. У меня еще в этом году будет много вебинаров. Приходите на них тоже. Всего хорошего. Продолжение следует...